МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открываем свежий выпуск Одинцовской недели. Главная региональная новость – выдвижение Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора Подмосковья на третий, а если считать с исполнением обязанностей губернатора, то на четвертый срок. Ограничение по количеству сроков пребывания на посту Госдума Российской Федерации отменила. На выборах, которые пройдут осенью этого года, можно будет проголосовать по интернету. А избирательная кампания Андрея Воробьева, можно сказать, уже началась. Губернатор приехал в Одинцову посмотреть на ход возведения пристройки гимназии номер 14. Побывал на стройке и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. В жилищном комплексе «Заречья парк» возводятся начальная и средняя школы, а также поликлиника. Хорошие новости ожидают автомобилистов в ближайшем будущем. Завершаются реконструкции эстакады в Отрадном и строительство выезда из микрорайона «Новая Трехгорка» на северный обход города Одинцово. Теперь проехать по городу станет легче, если, конечно, не помешают баннеры на спущенных колесах, годами стоящие на обочинах фургоны с рекламой на борту. Наша газета ставит вопрос, на каком основании эти транспортные средства, собственно, занимают место на дорогах. 8 июня отметили свой профессиональный праздник социальные работники, бесконечно добрые специалисты, под опекой которых находятся одинокие старики, инвалиды, пенсионеры. Бжух! И все изменилось. В Одинцово идет анкетирование граждан, желающих дать свои предложения по развитию города. Свой опрос провела и наша газета, предложив встреченным на улице горожанам ответить на вопрос, что бы они изменили в Одинцово, если бы в руки попала волшебная палочка. Оказалось, что они хотят превратить город в стадион, построить лунно-парк с колесом обозрения. А один из старожилов сказал, что мечтает об ограничении строительства в городе. По его мнению, у Одинцово становится тесно. Можно ли прославить Одинцово в 7-летнем возрасте? Оказывается, можно. Ученик Одинцовской лингвистической гимназии Дмитрий Самсонов завоевал третье место на всероссийских соревнованиях по картингу в классе микро. Наш корреспондент Елена Щукина поговорила с родителями и тренером-спортсмена. Наступает пора отпусков, и если вы планируете поездку, то почему бы не побывать на соленом озере Баскунчак? Это как знаменитое Мертвое море в Израиле, только у нас, в России. Я там побывал, и в этом номере Одинцовской недели делюсь своими путевыми впечатлениями. А если вы перед походом на пляж сомневаетесь в своих физических кондициях, то и здесь вам на помощь придет наша газета, в которой появился материал о том, как относительно быстро избавиться от прилипших за зиму лишних килограммов. Есть еще некоторые тонкости в летнем отдыхе. Например, что нужно учесть, если вы отправляете ребенка с бабушкой или родственником? Какие необходимы документы? Можно ли ламинировать свидетельство о рождении? Не делайте этого, предупреждает в своем обзоре Валерия Баранцева. А Георгий Янс рассказывает о самом ходовом летнем товаре – мороженом, которое в нашей северной стране стало, пожалуй, одним из национальных символов. У нас его едят даже в лютые морозы, ну а уж в июньскую жару тем более. В гостях у подкаста «Сами мы не местные» – врач, хирург, онколог Андрей Слонов. Он продолжатель трудовой династии, его родители тоже врачи. В интервью рассказывает о сложности в своей профессии, выбор которой определила надежда в глазах пациентов. Эту надежду еще мальчишкой Андрей Слонов увидел, приходя к маме и папе на работу. В колонку происшествий этого номера попало эхо войны. В лесополосе у деревни Ляхово, это под Кубинкой, нашли небольшой артиллерийский склад – 9 76-мм снарядов. В земле они пролежали с 1941 года, поэтому находились в очень ветхом состоянии. Саперы с задачей справились успешно, опасная находка обезврежена. Эти и другие новости читайте на страницах Одинцовской недели, которая ждет вас на наших ферменных стойках. Если же случится так, что номер вам не достанется, читайте нас в интернете. Вот адрес.